8 декабря пройдет премия Человек Года, по этому случаю будем общаться с нашими гостями, которые уже в студии. Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал Красноярский», Андрей Перфилов, партнер премии «Чередитель Клуба Миллиардер». Доброе утро! Доброе утро! Юль, ну традиционное событие, да? 13-й раз. 13-й раз перед Новым Годом собираете под одной крышей успешных, перспективных, да? Да, расскажите, чем же будет отличаться эта премия от предыдущих, потому что, насколько я знаю, но вы не повторяетесь. Конечно. Если бы мы повторялись 13 лет подряд, то, наверное, у нас бы уже вообще не было бы гостей, мы бы не сидели здесь у вас, и никто бы не спрашивал, какой будет премия Человек Года. Мы постоянно придумываем что-то новое, это новые номинации, которые что-то уходит, что-то добавляется, это всегда новая тема у нас каждая премия Человек Года. Новая тема этой премии, и, соответственно, все это влияет на сценарий, он выстраивается в эту тему. Новые ведущие, новые спецэффекты, новые видеоупаковки, новая дизайн-упаковка. И в этом году у нас, в этом году появился новый, ну, мы полюбили уже нашего стратегического партнера, это Клуб Миллиард, который с нами делает в том числе эту премию и привнес свои смыслы и свою номинацию, кстати. Это прекрасно. Что это за номинация? Это Человек Года по версии Клуба Миллиард. Каким должен быть Человек Года по вашей версии? Ну, какие качества? Выдающимся. Выдающимся. У нас, почему мы сделали свою номинацию, да, в рамках премии? Есть очень много очень сильных предпринимателей, о которых никто не знает. Есть медийные, а есть немедийные. И мы с вами живем в те времена, когда ролевыми моделями часто становятся не те люди, не те герои, не те звезды. И об этих людях надо рассказывать, чтобы именно они становились ролевыми моделями. Они есть. Хорошо. Юля, что касаемо номинантов, они тоже будут, ну, в категории новинка на этой премии? Или все-таки будут те, кто, может быть, не получил свою награду в предыдущие годы? Да, да. Ой, у нас вообще же много таких историй, когда люди идут прямо, да, вот такой проходят какую-то внутреннюю карьеру в премии. То есть сначала они в лонг-листах появляются, потом в шорт-листах, потом там в тройку входят, потом уже там все, надеются на победу, но все-таки она достается кому-то другому, и вот, наконец, это победа. У нас, например, вот Евгений Пономарев, знаете, да, его наш ресторан, он в ресторанную премию заявлялся, не поверите, по-моему, пять или шесть раз. Доходил до шорта, и все. И он уже такой говорил, я вечный, вот есть вечный студент, а я вечный номинант. И вот он раз, и в 20-м году он получает свою студентку, но только как амбассадор бренда, как человек, который очень ярко рассказывает о своем бизнесе. То же самое Светлана Бурченко, рыба пила, она выходила на сцену, было интерактивное голосование, она проиграла в стартапе года, на следующий год, новые лица бизнеса, она выигрывает. В общем, Света у нас два раза плакала на сцене, один раз, когда проиграла, а другой раз, когда уже выиграла. Это говорит о том, что для того, чтобы получить не только вашу студентку, но и, в принципе, быть каким-то лидером в бизнесе, нужно постоянно быть на волне, да, чтобы и о тебе знали, говорили, и чтобы, конечно же, было большое количество клиентов. Илья, мы заговорили о том, что есть интерактивное голосование. Вообще, как определяются победители? Кто их определяет? Жюри. Это, естественно, жюри, это эксперты, которые разные в каждой номинации. Мы каждое экспертное жюри пересобираем, причем мы кого-то убираем, кого-то добавляем, потому что новые эксперты появляются, кто-то, наоборот, уходит там, допустим, из этой отрасли и так далее. А была ли такая ситуация, что кто-то из экспертов ставился номинантом? Да, тоже такое бывало. Но когда это случается, то он выходит, ну, если ему это важно, из экспертного жюри, перестает голосовать, то есть он как бы такой самоотвод, как эксперт это дает, а кто-то дает наоборот, самоотвод, как номинант, и говорит, нет, я останусь лучше эксперта. Все, я уже на уровне мастера, я эксперт. Вот. Такое тоже бывает. Вот. И так это определяют эксперты. И мы, собственно, выбираем только одного, главного человека года. Интересно проходят номинации, вот скоро будет миллиард. У них совсем другая механика. Они придумали свою механику выбора, не такую, как у нас. У них нет жюри. А как тогда выбираете? Клуб закрытый. И решение принимается открытым голосованием закрытого клуба, потому что, еще раз говорю, это люди не медийные. И у меня была возможность побыть в жюри на прошлогодних премиях, видеть эту механику, видеть прозрачность, понятность этой механики. Но есть у этой механики свои нюансы, да. Когда человека не знают, очень сложно принимать решение. Внутри клуба люди друг друга очень хорошо знают. Знают и о социальных проектах друг друга, о которых люди не рассказывают на улице. Знают личные качества человека, знают спортивные достижения. Кто-то из них, многодетные отцы. Знают их как людей, знают их близко. И поэтому, естественно, кто должен принимать решение. Это открытое голосование внутри клуба. В общем, там самое демократичное будет голосование. Самое понятное, самое прозрачное. Как можно будет попасть на премию, да, и какие вообще условия? Значит, в этом году мы вернулись к закрытому формату премии. В прошлом году мы вас рассказывали, что мы продаем билеты и отдаем все деньги на благотворительность. Сейчас мы на благотворительность тоже отдаем, но это 5% от всех партнерских пакетов. То есть мы решили, что вот так зашить прямо системно благотворительность и отдавать вот так деньги. У нас закрытое, мы в конгресс-холле, мы поменяли площадку. Это чуть меньше людей, потому что у нас в прошлом году было больше тысячи. Сейчас мы решили вернуться так более к камерному, будет где-то 700 гостей приблизительно, но тоже достаточно много. Вот, да, это номинанты, это эксперты, это партнеры, это наши любимые другие партнеры и друзья, которые, может быть, не поддерживают премию, но всегда с нами. Это наши эксперты, которые не в жюри, но они эксперты издания «Деловой квартал», потому что мы много с кем работаем. В общем, это, как мы говорим, это люди ДК, наша стая. Она есть, да, у нас сообщество. Мы его тоже сформировали, но посмотреть можно. Мы в этом году ведем трансляцию во всех наших соцсетях официальных. И также я очень надеюсь, что у нас будет телекомпания ТВК, наш главный информационный партнер, и будет делать прямые включения, будет разговаривать с гостями, с победителями. Чего бы и нет. Скажите, в каком номере можно уже с этими номинантами познакомиться? Вот. У нас будет ноябрьский номер, он выходит в конце ноября, и там будут уже все шорты. Все шорты. И миллиарда, и других номинаций, и новые лица бизнеса, и культура, и ресторатор года. Вы себе не представляете, что мы там на ресторатора придумали, да. Там у нас все, у нас запахи вкуса. Мне вообще кажется, в последнее время все сожалеют, что не стали владельцами ресторанного бизнеса. У нас одна премия за другой, понимаете. Один ресторатор краше другого. А нам тяжело, мы не знаем, кого выбрать. Потому что все очень сильные, все крутые, все классные такие проекты. У нас просто эксперты, там, он говорит, не знаю, надо давать всем. Из крутых выбирайте по симпатии. Вот мы и будем пробовать. Это я так говорю. Вот мы и будем все вместе пробовать. В общем, мы будем, конечно же, следить и ждать этого события. Сегодня ежегодная премия «Человек года», напомню, пройдет в Красноярске 8 декабря. После этой даты узнаем лучших, на которых стоит равняться, как минимум, еще целый год. Спасибо вам за то, что пришли сюда пораньше. Мы продолжим программу. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.